Здоровейте. Пастор Геннадий попросил меня сказать вам несколько слов. Пастор Геннадий помолит до века женя кулку думи. Я согласился. И аз се съгласих. И започнах да се подготвям. Поскольку я чувствую такую ответственность говорить перед такими людьми как вы. И вот я вышел. И откриваю Библия. Вернее страничку в заметка, где я подготовил проповедь. По-скоро страница в моите забележки, където подготовил проповеда си. И сега влизам тук и трябва да прочета първото местописание, с което искам да започна. И я с удивлением вижа, что его нет. И очудвайки се, гледам, че го няма. И вообще нет всего текста, который я приготовил. И като цяло няма целият текст, който съм подготовил. И если бы я был человек молодой и неопытный, то меня бы, конечно, охватило бы паника. Бих започнал да се паникосвам. Потому что я готовился, а теперь текста нет. Я просто сильно удивлен. Я много чего видел, но чтобы вот так вот. Много неща съм виждал, обаче такого решения. Как мы прославляли Бога, все было. Но стоило мне сходить за водой, как ничего уже нет. И в этом есть какой-то замысел. Потому что я знаю, что все, что не происходит, все происходит по воле Бога. И за все я должен благодарить. И всему я должен радоваться. И должен непрестанно молиться. Господи, помоги мне сейчас! Сказать то, что я должен тогда. Я вообще так и делаю. Каждое утро я встаю на колени. И очень коротко говорю, Доброе утро, Дух Святой. Я здесь. И ты здесь. И мы вместе. И я читаю Библию. И я знаю, что там написано. И там написано, что водимая тобой суть Сыны Божьей. Синове на Бога. Я твой сын. Я рожден свыше. Аз съм орден от свыше. Иисус за меня умер. Иисус е умрял за мен. И я хочу на этой земле делать не то, что я хочу, а то, что ты хочешь. И на тази земля искам да правят това, не което аз искам, а то, което ты искаешь. И поэтому я прошу водить меня. И за това те моля да ме водиш. Все, что сегодня не будет происходить, и всичко, което се случва днес, это будет происходить по твоей воле. Това ще испорить твоя воля. И я буду в это верить. И аз ще верну в това. Аз съм свикнал на това. Мои близки не знают моих планов никогда. И моите близки никога не знают за моите планове. Потому что я сам не знаю. Защото и аз не знам. Моя дочь мне говорит, папа, с тобой невозможно. Дъщеря ми казва, татя, невозможно из теб. Ты все так решительно принимаешь какие-то решения, о которых никто не знает. Я верю, что Бог знает мои решения. Но Он говорит, что я не заботился о завтрашнем дне. Он говорит, что мне достаточно забота на сегодняшний день. И Он мне сказал, что тот, кто на себя надеется, тот глуп. И Он сказал, чтобы я возложил все заботы на Него. Ибо Он печется обо мне. Не волноваться не надо. Не думать не надо. Мне надо спросить у Бога. Что мне делать? И Он скажет. И если я буду делать то, что Он говорит, я гарантированно буду успешен. На всех путях своих. Потому что так написано. Но так написано. Такая пишет. Кто-нибудь верит Богу? Някой веровали на Бога? Значит, вы верите в то, что написано. Значит, верите в то, что пишет в Библии. Значит, мы можем просто быть счастливыми, потому что верить в то, что там написано. И значит, не можем само да смеет счастливее от онова, как это пишет. Но почему тогда много бедных и больных? Тогда, за что има много бедных и больных хора? Верующих людей, христиан. В чем дело? Почему нет успеха в бизнесе? Почему нет работы? Почему нет семьи? Почему болеют дети? Почему не на что жить? Что же так? Или в Библии вранье? Или что-то с нами? Ну что-то с нами. Нечто с нас. Я думаю, что причины две. Яс мисля, что има две причины. Первая причина люди не знают. Первая причина – не знают хората. Я про верующих сейчас говорю. Они не знают. Потому что они не читают Библии. Защото те не читат Библии, например. Они не разыскивают там для себя полезные вещи. Те не търсят полезные неща за себе. Они не залазят в Библию, чтобы узнать, как разбогатеть. Те не влизат в Библии, за да разберят, как да я забогатеят. Они не роют в Библии информацию о том, как подняться. Они не знают. Они ограничиваются тем, что они приходят на служение в воскресенье. Смотрят на этот замечательный текст и слушают его, как его поют наши. И там написано, там все написано. Мы победим, я не отстану, я верой победю, аз няма да изостану. Через вера ще победя. До слез поют, потом уходят домой, в бедность, в болезни. И это странно. Согласны ли си? Но это же странно. Но почему-то люди не знают. И еще я понял, что я, может, неприятные вещи говорю, но это же правда. И еще я понял, что люди не хотят. И аз разбрах, че хората не искат. Много хора не искат. Они не хотят верить. Те не искат да вярват. Они не хотят верить. Те не искат да вярват. Бог говорит. И Бог казва. Если будешь помнить Господа Бога твоего, Он даст тебе силу приобретать богатство. Ако помнишь Бог, и си вспомнишь за Бога, Той ще ти дала богатство. Но люди не хотят верить в это. Обычки хората не искат да вярват в това. Нет, они говорят, что не верят. но они не осуществляют ожидаемое и не верят в невидимое потому что вера есть осуществление ожидаемого вера есть осуществление ожидаемого вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимое если я хочу разбогатеть я должен осуществлять ожидаемое если я хочу быть здоровым я читаю, что ранами Иисуса есть силен Аз читаю, че съм исцелен со сранжи на Иисус. Я сочакам, че съм исцелен. И я делаю все, чтобы я был исцелен. Я игнорирую боль. Ощущения. И я провозглашаю. Тут написано, что я исцелен. И как мы поем в поклонении, я буду стоять на своем до конца. Пока не буду исцелен. Пока симптомы не уйдут. И исцелението не дойдет. Защото така пише. Обаче не трябва да се трудим. Это же надо напрягаться. И това не е лесно. Проще подойти к пастора и сказать, пастор, помолись. По-лесно е да утилим до пастора и да му кажем, моля те, помолись за мен. И когато той се помоли, ти чувствуеш там как болел, и так и боли. И ти казваш, не работи върху мен. Это кому-то везет. Някой има късмет. А мне не везет. Пак на мен, аз нямам късмет. Я тоже помню Бога. Я си вспомням за Бог. А Он не дает ни богатства. Пак Той не ми дава богатство и сили. И я думаю, что главна причина, конечно, это люди не знают. Я си мислим, че главната причина хората не знаят за нея. Не знаят, наверное, потому что не сильно хотят получить. Хората не знаят, защото не искат много да получат. Но давайте прямо посмотрим в глаза тому, что написано. Нека да погледнем директно в очите на това, което пише. За то, что ти не знаешь, ты будешь истреблен. Книга Пророка Исаии 4.6 написана. За недостаток видения истреблен будет народ мой. Чей это выбор? Человек сам подставляется. Но на то у нас есть церковь. И на то у нас есть Слово Божие. И на то у нас есть люди, которые избраны Богом. И за то имаме и хора, които са избрани от Бога. Помечени. И предназначени для того, чтобы помочь нам. И предназначени за да не помогнат. Обыкновенными слабыми людьми. И за то нам нужна церковь. И за то нам нужен проповедник. Тот, который бы нам просветил. Он за което да ни просвети. И направил бы к нам. И да ни направи. И каждый день бы помогал бы. И всеки ден да ни помога. Пасты. Пасты. За которого можно зацепиться. За което можем да се захваним. За таких же верующих, как мы, можно зацепиться. И за същих верующих, как нас, можем да се захваним. И постепенно, 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 постепенно понять. И постепенно, постепенно да разберем. Что же делать, для того, чтобы все началось в твоей жизни. Какво да правим, за да подръгнать нещата в нашия живот. Я верю, что, я верю, что, когда мы приходим в воскресенье и слушаем проповеди. И аз верю, что, когда мы читаем Библию, когда мы читаем христианскую литературу, когда мы читаем христианската литература, то рано или поздно, рано или късно, наш сосуд наполняет. Нашият сосуд се запълва. Вот я рассказываю всегда, что успех приходит тогда, когда сосуд полен. И аз винаги казвам, что успехът идва тогда, когда сосуд е пылен. Но сосуд с дырками. Обаче сосуд, который с дубки. И когда ты наливаешь туда воду, то вода выходит. Если ты кап, вода вышла, и целую неделю ты пустой, а потом пришел в воскресенье, в тебя опять кап, и тяло сединиться, и ты опять неделю пустой. И так же капнешь в себе, и так же ты пустой. Но если бить каждый день, и бить много, то оно вытекает. Потому что мы забываем. Потому что жизнь, мир, он нас раздирает, растаскивает нашу веру. Садит нас. Вода вытекает. А мы льем, льем, льем. И скорость наполнения такова, что несмотря на то, что она утекает, что память наша, что сомнения наши, что враги наши, что ближние наши, что обстоятельства вокруг. И залива меду толкова, что всичко, което есть около нас, наши вспомнения, наши приятели, вопреки всичко, то се заплыва. И переливает. И се излива. И началось. И се започва. Я покаялся в 2005 году. Сразу пошел в церковь. И через полгода примерно в церкви объявили, может чуть больше, в церкви объявили, что набираются курсы, значит, люди со всех церквей города. В Севастополе это было. Библейский центр. Библейский центр. Набирает курсантов. Набира ученицы. И я решил, что мне надо туда пойти. Мне было 55 лет. Я был новорожденным христианином. Очень горячим. В церкви я был везде, во всех дырках затычки. Я все, что мог, читал. Молился. Ходил на ночную молитву. С пятницы на субботу, с 23 до 6 утра, я молился на языках. От пятак до суббота, цяла ночь до сутрин, аз си молях в церквата на други езици. И я посчитал, что мне нужно наполняться быстрее, чтобы мой сосуд был наполнен. И аз реших, что трябва да се наполвам, колкото се може по-бързо. Съдат ме, я не думаю, что это я сам так, ну, решил. И не мисля, что сам на така си прецених. Я думаю, что это Бог меня вел. Мисля, что Бог меня вводил. Он ускорял меня в этот первый год. Той ме ускорял в тази первых годах. Очень сильно. Он создавал такой темп, который позволял вот этот сосуд, несмотря на дырки все, заполнять наполнение. У меня были очень серьезные проблемы с финансами, с долгами, с неуспехом в бизнесе. И я торопился. И я пошел на эти курсы. Это было очень непросто, потому что напряжение было очень большое. Понедельник, вторник, среда, четверг с восемнадцати до двадцати двух мы сидели на занятиях. От понедельник до четвъртък, от сутрин до вечера, не стояхме в тези занятия. Потом нам давали вот такую кипу литературу. След това они даваха толкова много литература. И плюс еще бизнес. Библия, плюс бизнес, плюс церква. И было очень большое напряжение. Но благодаря этому центру и этим преподавателям, и тези преподаватели, които бяха американцы, они приехали из Талса, в штат Техас. И там находится центр Рема Кенета Хейгина, который распространил по всему миру такие центры, миссионерские. Хигман, който распространил подобные центры весь целый свят, где готовят служители. Да. И нас учили на основе учения Кенета Хейгина. И нас не учиха, но основа на... Как? Кенет Хейгин. Кенет Хейгин. У него он учитель, пророк, пастор. И он 70 лет служил Богу. И 70 години служил на Бога. На небе, дома. Сега и на небеса, то вкъщись. И он написал огромное множество книг. И то я написал множество книг. Чисто практический христианский материал. Много практический христианский материал. И каждое учение, което изучавахме в Библии, к нему прикладывались книги. Кенета Хейгин. И я как бы вырос на этом и очень благодарен этим людям. И аз изразнах на това и съм много благодарен на онези хора. Потому что через год вся моя жизнь совершенно поменял. Защото след една година целый ми живот се променил. Как только мой сосуд наполнился, все поменял. В същия момент, когато съдът ми наполни, животът ми наполнился, все поменил. Этот человек родился в начале прошлого века. И този человек беше роден в началото на миналия век. Он родился недоношенным весом один килограмм с пороком сердца. Той бил недоносен на дете с пороком сердце. Да, у них было четверо и отец их бросил. Били с четирима и отецът им ги оставил. И он был все время больным. Он не имел детства. И той нямал детства. Той бил винаги болен. Он не мог играть, бегать. Ну, ребенок с пороком сердца. Той не могил да свири, да бяга. И в пятнадцать лет он вообще лег. И он был неподвижен почти два года. Той легнал и бил неподвижен. У него была болезнь крови, неизлечима и сердце. Да, и он умирал. И той умирал. Он был баптист. Той бил баптист. Родился в семье южных баптистов. Когда-то он был в церкви, мальчиком. И их спросили, кто хочет на небеса. И он сказал, я хочу. И еще несколько мальчиков захотели. Кто хочет, выходи. И они в этой баптистской церкви вышли. И пастор пожал им руку. Пастор тима стиснал раката. Да, крестил их. Крестил гею. И записал их в члены церкви. И записал, как у членовина церкви. И он считал себя христианином. И смятал за христианин. Но болел. Бачо болит дувал. Никто у них никого никогда не исцелял. Потому что этого на языках они тоже не говорят. Ну и много чего. Никой там не исцелял. И никой не говорил из зицы. Когда ему было 16 лет. И куга то и бил на 16 секунд. То врачи знали, что он обречен. Лекарь Тиса знали, что он обречен. И они приходили только просто поддержать его. И ты саидывали саму, как подкрепят мурал. А пастор приходил, и не один. Приходил только для того, чтобы утешить его. И сказать, крепись. Скоро все будет хорошо. Ты пойдешь на него. И пастору ты едва саму домокажа. Никто не беспокоился о том, чтобы он выздоровел. И то, что там написано, что ранам Иисусу мы исцелены. Что возложат руки на больных. И что пресвитер придет и помажет маслом. Все это не касалось. И никой не сей грязь за твой, что я може. Все подогнал уцеление. Всички саму сачакали, куда ж ты умри. Но он не хотел умирать. Он говорит, я не хотел умирать. Я читал Библию. Аз не искам да умирам. Аз съм чел Библията. Аз читал Библию. Аз читал Библията. И умирать не хотел. И аз няма да искам да умирам. Но один раз я начал умирать. Обаче веднъж аз започнах да умирам. Сердце мое становилось. Сердцето ми спря. И я начал чувствовать как с кончика в пальцах на ногах я започнах да усещам как от пръстите на краката ми се спира животът в мене. Но я спускал се все ниже. Обаче аз слизах все по-надолу и по-надолу. И беше много страшно. Было такое ощущение, что вот как магнитъм меня тянет куда-то туда. Усещаните все едно с магнитми притегли надолу. И наконец я встал на ногах. И най-накрая. Аз застанах на краката. И я увидел кругом огни, желтые. И аз видях едни желти крыгови наоколо. И аз разбирах, че е ада. И какое-то существо я почувствовал как меня взял за руку. И аз усетих как едно существо ме хвана за раката. И мы как будто понеслись туда к воротам. И все едно започнахме да се носим към вратите. И аз не мог ни кричать. И аз не можех ни то да викам. Ни то да се сопротивлявам. И аз просто понимал, что я умер и ушел в врата. И вдруг я услышал голос. Я не знам чий глас е бил. Но это был такой как гром. И когда этот голос что-то заговорил, я не понял что. То это существо отпустило меня и я начал подниматься. И аз започнах да се вдигам нагоре. И постепенно, постепенно головой вверх я шел и видел, что как будто из колодца наверху свет. И постепенно, постепенно с главата си нагоре аз виждах, че все едно от хладенец виждах светлина нагоре. И накрая се оказах в една стая. На балконе своего дома, на крыльце своего дома. На террасата, на своята къща. А потом прошел через стену. И след това минах през стената. И впрыгнул в тело, которое держало баба. И скочах в тело, которое держало баба ми. И она продолжила со мной разговаривать. Да, и я ей говорю, бабушка, я умер. Она говорит, я думала, ты не вернешься. Потом второй раз точно так же. И опять он поднялся. И опять тот же голос. И вот, ну вот, слышите я, глаз. И наконец, третий раз. И на край третий под. И когда в третий раз он выходил вниз. И вот, вот, при третий под заминал он на долу. Я закричал. Я христианин. Бог. Я христианин. Я хожу в церковь. Я ходил на церковь. Во имя Иисуса Христа. В имя Иисуса Христа. Спаси меня. Спаси меня. Я раскаиваю свои греха. Я принимаю тебя своим Господом и спасителем. Я степрием, как ты свой Господь и Спаситель. И я остановился. И я пошел вверх. И започнал, что я издигал на горе. И вошел в свое тело. И я слышал, как мама, и потом все рассказывают, что в нескольких кварталах было слышно, как мама кричала, молись, молись. И после я чул, что за няколко, в няколко квартали се чула, как я викала Майка Му. Вот так я родился свыше. И така се родих от свыше. И я очень хорошо понял, что те, кто ходят просто в церковь. И я смогу добре разбрах, че в няколко, които само ходят на церковь и се смятат за членови на христиански церкви. И они вовсе не спасены. Те не са спасение изобщо. Они должны быть рождены свыше. Те трябва да са родения от свыше. Они должны отдать свою жизнь Богу. Те трябва да си дадат живота на Бога. Те трябва в молитва да се обърнат към Иисус. Принять Его Господом Спасителем. Да го приемат като Господу Спасителем. И однозначно поверят, что Он умер за нас. И однозначно поверят, что Он умер за нас. И через три дня Пописание Воскресло. Без этого не бывает. И без того няма как. Без спасения. И так Он был спасен. Но Он продолжал лежать. И лежать было все труднее, потому что... Потому что Он читал Библию. И там Он наткнулся на обещание, что ранами Иисуса мы исцелили. Послание в первом послании Петра. В 24 стихе написано. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. Пишет, что наши грехи в итоге вознесли на дрово. Дабы мы избавившись от грехов, жили для правды. Двоеточие. Ранами Его вы исцелили. И Он говорит, я приткнулся на этом месте. Здесь написано, что ранами Иисуса я исцелен. Тут пишет, что через ранами Иисуса я исцелен. Обаче, за что я лежу уже два года. За что лежа вече две години. Я не могу ходить. Я болен. И вот на этом месте говорит, я застрял. И на това место, Той казва, я спрях. Имах силы само на държа Библията и от сутрин до вечера да я читаю. И однажды днем. И веднъж през деня. Я плакал. Аз плаках. И говорил, это он разпад Кенни Хейбер. И Той го рассказывал. И кричал к нему. Но почему я болен? За что съм болен? Ведь вот же написано. Это пише. Что я исцелен. Что съм исцелен. Мы ранами твоим исцелили. Через раните ти сме исцелени. И вдруг я услышал. И изведнъж, аз чух. Я услышал голос. Аз чух глас. И этот голос говорил. И гласът мне говорил. Если ты исцелен. Что он си исцелен. То почему ты лежишь? За что лежишь? Так я тебе об этом и говорю. Почему я лежу, если я исцелен? Я с Ту ватиказом. За что лежишь? Что он си исцелен? Аз не много доходят. У меня больная кровь. У меня больное сердце. Сердце у меня болно. Мои ноги как тряпки. А тут написано, я исцелен. Он говорит, а ты веришь в это? Он говорит, так конечно верю. Веришь ли в Ту ва? Разбирайся, че верю вам. Так почему же ты лежишь? За что лежишь? Так я тебе об этом и говорю. А за Ту ватикворя. Он говорит, ты когда-нибудь видел? Здоровых людей, которые в 12 часов дня лежат в постели. Той казва, виждал ли се здрави хора, които 12 часове на день лежат в леглото? Нет. Не. А почему ты лежишь? Тогда зачем ты лежишь? Что он си исцелен? Вставай давай. Исправи сей. Так я же не могу. Я же ходить не могу. Я же болен. У меня же порог сердца. У меня же кровь болен. Я умирал. Но ты читаешь, что написано? Ти читаешь ли какво пиши? Ранами Иисуса ты исцелен. Читаешь? Читаем. Ты в это веришь? Веришь ли? Что такое вера? Вераш ли го? Какво е вера? Верта и осуществление ожидаемо. Верта и осуществление очакваното и сигурност в невидимото. Если ты сейчас не встанешь и не начнешь осуществлять ожидаемое, то ты болен. Тогава си болен. Ты хочешь быть здоров? Так вставай. Так я же не могу. Вот она. Проблема. И вдруг до меня дошло. Что если я верю в Слово Божье, то я делаю так, как там написано. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что я вижу, что я знаю и что я чувствую. И тогда говорит, я понял. Я не мог поверить, что мои ноги могут ходить. Потому что они были как влажны, как срямошны. Я с двумя руками, с усилем, взял сначала одну ногу. А потом вторую ногу. После вторая нога. А потом подумал, а как я буду вставать? Если това си помыслил, как че си исправим на тези нога. Я же рухну. Аж че падна. А внутри голос говорит, ты веришь, что ты исцелен? Убачу в втречевом глаз. Чуваш ли, верваш ли, че си исцелен? Ты веришь в мое Слово? Верваш ли в Слово Туми? Тогда вставай. Тогава си исправей. Я встал. Я си исправих. И устоял. И застанах. И започнах да се кладе. А потом сделал один шаг. След това направих една стъпка. Потом второй. След това вторая. Потом третья. Трета. И вышел в другую комнату. И излязм в другата стая. И понесло си. И започна си. Через полгода я устроил се на работа. След половин година намерих работа. Я выходил на работа с большим трудом. Излизах на работа с много труд. И я не знаех как я туда доходил. Не знаех как стигах до нея. И работа у меня была въкорчевыва деревья. И работата ми беше да изтръгвам дървета. И там была бригада, молодых парней. И там имаша бригада от млади мъжи. И через полгода я остался один. И след половин година аз останах сам там. Из-за тяжелой работи все ушли. Из-за детешката работа всички напуснали. И аз останах сам. И он служил потом десятки лет Бога. И след това той служил с десетилетие на Бога. И никогда не болел. Без да прекъсва. И никога не се е разболял. Один раз у него была проблема с сердцето. Само виднъж е имал проблем с сердцето. Когато се е отказал да слуша Бога. И след като се е покаял, проблема пройшла. Он исцелился исключительно по Слову Божьему. То есть исцелил само благодарение на Божието Слово. Вопреки заявлениям врачей, посторон, диагнозов и всичку другу. Это его личный опыт. Твоя был личный отму опит. И он рассказывал в проповедях, в книгах, в учениях. Как использовать Слово. Как сделать так, чтобы он для нас работал. И он очень много говорил о том, что верующие имеют власть. Что верующие люди, мы с вами, мы с вами составляем тело Иисуса Христа. Ни составляем Христовото тяло. Он глава, а не тело. И всеки ли член на телото, е член Церкви. И каждая частичка тела Иисуса Христа обладает той же силой и власть, която има Иисус Христос. И люди, которые являются верующими, христиани. Поскольку не знают своей власти, своих прав, своих полномочия, те не го используют. И поэтому влачат жалкое существование. В некоторых церквях вообще учат. И в някой церкви поучат. Вот как в той церкви, в которой он был. Что сегодня чудес не бывает. Что исцеление не бывает. Что исцеление-то не существует. Что на языках молятся только одержимые дьяволом люди. И так далее, и так далее. А некоторые ходят в правильную церковь. Но они не знают, как. Пользоватся своей властью, чтобы изменить свою жильку. Обаче не знают, как да използват своята власть, за да си променят животите. В Библии написано, что наша брань. И Библията пишет, че наша брань. Не против плоти и крови. Не срещу плота и крътта. А срещу началствата. Против властей. Срещу властите. Против духов. Срещу злобните духове в небето. Наша борьба духовна. Наша борьба е духовна. И в этой борьбе. И в тази битка. Ако сме без Иисуса Христос, не сме никой. Нас раздавят. Наши не смажат. Защото сме грешници. Без Христос сме грешници. И затова целия свят лежит в зло. И затова всички тия наркотики. И това всички тия наркотици. Преступления. Преступления. И така нататък. Всичко това, което виси върху хората и ги разрушава. Само защото в них нет Иисуса Христос. Защото те са намират в грехи. Защото те са намират в греха. Те са достъпни за врага. Я съм чувал исповед на един човек, който изслужил на дявола. И той казва, аз съм бил в духовния свят. И имах заданието да разрушавам хората в църквата. Ние се борехме срещу вярващите. И ние обикаляхме църквите. Като хора, които биха искали да се покаят. Или все едно сме от други църкви. И когато аз влизах в църквите. Аз веднага виждах, с когато трябва да си имам работа. Главните обекти са били ръководители на църквите. Членови от семейства. И грешниците. Те, които грешат в църква. Те, които не разстали с грехами. Вы знаете, че таки бъвают? Знаете ли, че има такива хора? Когато, говорит, я приходил в църква. Той казва, когато отивах на църква. И в большом зале наблюдал людей. И в голямата зала наблюдавал хората. Аз виждах, че над хората. Над которым красный свет. Над които има червена светлина. Те са в грехове. Над ними что-то есть. И над тях има нещо. И я понимал, что этот выпивает. Этот живет в блуде. Это там еще что-то делает. И эти люди были нам доступны. А те люди, которые ходили с Христом. Те, которые молились. Те, которые соблюдали. И со страхом и трепетом совершали свое спасение. Те были нам недоступны. Мы к ним даже приблизиться не могли. В них сиял Иисус. И тези хора са били опасны за нас. И когда мы сталкивались с людьми. И когда мы сблъсквали с верующими. Мы сразу видели, кто знает. Ни веднага виждахме, кто знает. А кто не знает. Большинство не знало. И повечето не знаеха. Большинство не знаят свои власти. Повечето не знаеха, каква власть имат. Своите права. Они не знают, что они могут нам повелевать. Те не знают, че могут да влиять в нас. Че у них есть имя Иисуса Христа. Че те имат имято на Иисус Христос. Которое мы слышим даже не можем. Което мы даже не можем да чуваме. И когда верующий человек. И когда верваш човек. Каким бы маленьким он ни был. Колкото малакий да е. Сколько бы опыта ни у христианского не было. Колкото опыта да има христианство. Если он знал. Что именим Иисуса Христа. Че чрез името на Иисус Христос. Он может делать все. Той може да прави всичко. Потому что он обладает теми же правами, что Иисус. Защото има същите права както Иисус. И когда он приказывает. Мы все должны были уйти. Ние всички трябваше да си заминем. Любая болезнь. Всяка една болезнь. Вызвана появлением нечистих духов. Предизвикана от появлета на нечисти духове. Когда верующий человек. Когато верующия човек. Правозглашает Слово Божие. Правозглася Божието Слово. И имени на Иисуса Христа. И чрез името на Иисус Христос заповядва. Мы обязаны уйти. Ние сме задължени да си тръгнем. А когда я вижу верующий человек. А он не знает своих прав. Обаче той не се знае правата. Всички ми колеги и най-малките демони. В лицо им смеются. В лицо християнам смеются тем, которые не знают своих прав. Се смеят в лицето на християните, които не се знаят правата. Это напоминает мне полицейского. И това ме напомня за полицаи. Который с палкой стоит. Който заставил со спрочкой. Гаишник на дороге. Хорто който успеет по пути, что полицей. Палкой махнул, а его никто не слушает. Той махал со спрочкой, обаче никой не го слушал. И он не обижается и понимает, что он не захотел остановиться. И он так быстро ехал, что, наверное, ему некогда остановиться. И мне неудобно его останавливать. А вдруг он ругаться начнет. Ако започне да ми се кара, Ще ми се рассърди. Этот полицейский не знает своих прав. Это трудно представить. Но верующий человек, Который облечен властем, Который добыл ему на кресте голгофском Иисус, Который добыл власть, Он напоминает дурака. Глупца. Ну да или нет? У тебя есть права. Власть. А ты ее не применяешь. Почему? За что? Потому что ты не знаешь. Или не хочешь. У меня был приятель. В Днепропетровске. Бизнесмен. Мой молодой друг. Един млад приятел. Ему было 34-35 години. Он был моим дистрибьютором. Потом он пошел, пошел, пошел. У него завод был большой. И там и беше дистрибьютор. След това той тръгна по свой бизнес. Имал завод. И мы дружили с ним. И ние бяхме приятели с него. Я привел его к Богу. Яз го доведох к Бога. Он ходил там в Днепропетровске церкви. И в последнее время, когда мы с ним встречались, он жаловался на то, что ему плохо. То ему се уплакваше, че се чувство лошо. И он мне говорил. И то ему казваше. Оли Григорьевич. Оли Григорьевич. Спасибо, что вы мне все это рассказываете. Благодаря вечер, мне рассказываете всичко това. Вот я верю в Божечку. А свярую в Бог. Как он говорил. Мы не так с Ним хорошо. Толкова добре си чувством с Него. Обаче, ако знаех си какъв грешник съм. И аз казвам, как можеш да си грешник, защо он си си покаял. Покая си на Бога. Ако има нещо. Да, я так и делаю. Аз така правя, да, да. Ходя на церковь. И он как-то приехал ко мне домой. И веднажды дей при мен в къщи. Мы сидели за столом втроем. Я из церкви был къщ. И стояхме на массата тримата. Вернее, не из церкви, а со спецтренинга приехал. Дойдох от специален тренинг. И я был весь такой наэлектризован, наполнен святим духом. И я с цели бях наэлектризирован, наполнен со святия дух. И приезжая, а он сидит с моей женой, разговаривает. И дойдох там, пак той стоил и си говорих с женами. И мы разговаривали с ним. И ние си говорихме с него. И я стал рассказывать, что... Я започнах да разказвам. Про бесов начал рассказывать. Започнах да ма разказвам за демоните. Че беси проявляют. Че те се проявляват. Я молюсь и беси проявляют. Аз се моля. И уходят. И те излизат и после се заминават. Там одна женщина просила, на спецтренинги просила за своего мужа, которого колбасила, так колбасила там прямо. И една жена помоли да се помолим за мъжа, който беше обсебен. Явно беше обсебен. И вот я ему разказвам и про исцеление. И аз му разказвам за исцелението. Че много хора се исцелили днес. И вот про бесов все то начал говорить. И започнах да говорим нещо за бесовите. И ние сме застанали на такова разстояние един от друг. И вдруг я вижу. И изведнъж аз виждам. Он вдруг раз оцепенил. Той изведнъж замръзна. И смотрит на меня. Гледа ме. Не своими глазами. Не с свои очи. Чужой, злой, страшный, белый, враждебный взгляд. Бял поглед. Он смотрит на меня. И той ме гледа. Дьявольскими глазами. С дьяволски очи. От неожиданности я аж додрогнув. И от неочакваност аз изтритвах. И я так смотрю на него. Он на меня. Гледам го той гледа мен. И мы с женой так замерли. И мы с женами замряхме. И он замер. Мы сидим. И я растерялся. Всички замрзнахме. И аз си паникосох. И аз не знаех. Как не надо было вести себя. Как трябваше да се държа. Аз не бях подготвен. Но взгляд конечно жуткий. Обаче погледът беше страшен. Не сказать, что я испугался. Но я растерялся. Не бих казал, че се стереснах. Обаче не знаех какво да правя. И я как-то отыграл назад. И как-то начал разговор. Сделал вид, что я ничего не заметил. Начал переводить. И вдруг смотрю у него как будто это закрылось. А другой открыл. И изведнъж гледам, как тези очи се затвориха. И други се утвориха. Та сущность, которая была в нем. Проявилась. Която видях в него. Тя се появи. Тя исчезла. А он опять снова. И той отново почва да говори. Что такое башко с жала? Не знае, че со мной. Прямо не знае, че така пошла. Мале, много ме заболя. Стисна ме главата. И я понял в нем бес. И аз разбрах, че има бес в него. И е сериозен. И той се заминал. И започнах ме да си говорим. И аз му казах, слушай ме, имаш проблем. Внутри в теб има бес. И дал му рекомендации. Отправил его в две разни церкви. И спратих го в две различни церкви. Той утишел там. И со снегу се захванах едни хора. У него трое детей. Той има три деца. Жена, мама. Как-то прошло, наверное, с полгода. И минуя някаде половин година. На мене се убадили жена му. Аз бях в Киев. Жена му се убадила. В ноябре это было неполно. Признуември месец. Стас Павесец. Стас се е убесил. Да. Его победили. Него са го победили. Он не знал. И му не см могли помогнати. И той не е знаел. И не са успели да му помогнати. И я не знал. И аз не съм знаел. Греховете способствуют тому, что в человека входят вражеские духи. Соспособление на това человека може да влезе враг за да разруши и да убии. И никой не треба да се сомнявать, че за нашите души сегодня една страшна битка. Болезни. Болисти ты. Долги. Долгу вит. Неудачи. Неудачи ты. Разочарования. Разочарования. Предательство. Предательство. И така нотаток. Это все проявления вражеской силы. Псичко и проявления на вражеской силы. Но написано. Вачи пише. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражеской и ничто не повредит вам. Казал Иисус своему ученикам. Казал Иисус на Своите ученики. Когда Он посылал 70 человек, Он сказал им. Все даю вам власть. Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражеской. И ничто не повредит вам. Скажите, это надо знать хорошо. Это надо вколотить в свое сознание, что это так. Трябва да го вкарате в сознание. Или как я, при первом опасном моменте. Или като мен, при первом опасном моменте. Сушеваться, растеряться и попросить человека. Да не знаем, какво да правим. Отдать его. И да го дадем този человек. Или надо было мне вывступить. Против. Или трябваше да изляза против. Написано, покоритесь Господу. Противостаньте дьяволу. И убежите от вас. Как я противостану, если я боюсь? Почему я боюсь? Потому что я не знаю. За что со страховым? За что-то не знам. Потому что я не знаю. За что-то аз не знам. А кто знает, что произойдет в нашей жизни завтра? С чем мы столкнемся? На дороге, в больнице, на работе, в магазине. С чем мы столкнемся? На работе, на улице, в магазине. С чем столкнуться наши дети? С какво ще се сбыл с на децата? Наши родители. Если не мы, то кто? И ако не сме, ни, тогда кой? А Библия говорит. Библия така зла. У нас есть власть. Ни имаме власть. Я даю вам власть. Я сви дам вам власть. Вы должны смириться. Ви трябва да се смирите. Смиритесь перед Богом. Смирите се пред Богом. Противостаньте дьявола. Противостаньте дьявола. И убежи от вас. И то ще избяга от вас. Това е обещание. У нас есть така власть. И ние имаме така власть. Если мы ее не используем, ако не я используем, то мы, извините, на буква Л. Значит, если мы хоро на буква Л. Вторая буква О. Вторая О. И последняя буква. Икс. Мы на буква Л. Ну так или нет? Я шучу. Я весело говорю. Но это так. Когда ты не знаешь. И не хочешь знать. А живешь просто так. Откуда течение понесло? Ще има проблем. Кенед Хегин рассказывает. Ко мне, говорят, на служение принесли на насилках девушку. При мен на служението донесоха едно момиче. Ей было там 22 года. Било она 22 години. Ее положили, насилки поставили в проходе. Поставили се в прохода. Рядом родственники сидели. До ней имало роднини. В ней было килограмов. Там 32, наверное. Тяжеше около 32 килограма. Она, все легкие были съедены туберкулоза. Целите бели дробове са били изъедены от туберкулоза. И меня попросили помолиха да се помоля. И аз започнах да се моля на други язици. И когато я молился. И когато се молях. Кеннет Хейген говорит, у меня открылись духовные глаза. Кеннет Хейген казва, че духовните ми очи се отворили. И я вдруг увидел. И аз изведнъж видях. Ее внутренность. Вътрешността и. Я увидел ее легкие. Аз видях дробовете. Черные изъедене легкие. Били черни изъедене дробовете. И в края на левия бел дроб. Я увидел какое-то существо. Аз видях едно существо. Вот такой вот высоты. Толкова високо. Оно прицепилось. И то се закачи. И болталось там. И се клатеше там. И я понял, что этот бесенок. И аз разбрах, че това. Есть дух туберкулоза. Този бес е духът на туберкулозата. Это и болезнь, который съедает туберкулоза. Духът на тази болезнь, която изяжда момичето. И я когато го видях. Я как закричал. Аз се развиках. Именем Иисуса. Ты. Убирайся прочь. Он сразу среагировал. Он ясно дал понять, что он меня услышал. Для него было однозначно, что он понимал, кто я такой. Какие у меня права. Что он обязан бежать. Я говорю, беги отсюда быстро. И он выскочил из нее. И по коридору побежал. И по коридору започнал да бяга. И избяга. И эта девочка, через там месяц она уже набрала вес и была здрава. И вот этот человек, которым я сегодня рассказываю, он задается вопросом. Для всех ли написана Библия. То есть я задавал вопрос, дали Библия та и за всички. Как вы думаете, Библия для всех? Как вы думаете, Библия для всех? У нас у всех есть Слово. У каждого из нас есть желание. Которое оформляется в цель. Което се оформя като цел. Желание от цели отличается чем? Желание от цели. Какова е разликата между тях? Цель – это желание со сроком. Цел – это желание со сроком. Вот он я. Это мне. Вот Слово Божье. Это Божье то Слово. И у меня есть проблема. Я имам проблем, желание. Мне нужно исцелиться. Аз трябва да се исцеля. Или мне нужно избавиться от долгов. Или мне нужно выйти замки. Или мне нужно выйти замки. Какая цель? Не имеет значения. Это не важно каква е целта. Няма значения. Какво правя? Я иду в Слово Божье. Например, иду в Гугл. Например, влизам в Гугл. И набираю. И търсам. Библия об исцелении. Библия за исцелението. Выпадает маса с целой. И излизат много линкове. Я открываю и... Все местописания из Библии. Я их читаю. Я их читаю. И то, что меня вот задело, зацепило, вот для меня открылось места писания, я их беру себе, и начинаю в них верить. Устроено так, вот в Библии, например, написано об исцелении. Ну, возьмем Первое Петро, ранами его вы исцелили. У кого-нибудь есть какая-нибудь проблема со здоровьем? Ну, кому надо что-нибудь исцелить? Один слой. Абсолютно здоровая церковь, вот это да. Допустим, нам нужно исцелиться. Библия говорит, что мы уже исцелены. Но когда Иисус на кресте висел, кровь текла, из ран, этими ранами мы исцелились. В прошедшем времени. Но почему я болею? Почему я болею? Ну, вот я расскажу, расскажу. Аж тебе расскажем. Я уже все будто устал рассказывать, но расскажу. Изболи, кстати, рассказываем, бачите, вы расскажем. Для Кеннида Хейгена было достаточно в духовном мире помолиться на языках, войти в духи, значит, и увидеть этого бисенка. На него мое было достаточно, да се помоли на другие языки, да влезе в духа, и тоже без да излезе. Обаче аз не съм толкова духовно. Вот у меня вот здесь, я рассказываю эту историю много раз, но для всех, кто не слышал, у меня вот здесь вот стало образовываться какое-то пятно такое. Започна да ми се образова едно пятно. Ну и растет, 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 и растет. Не так на лице всего достаточно. И еще вот тут вот растет. Беше ми достаточно. Я вижу оно, сначала маленькое было, а то уже с копейку уже вот. И я чувствую, что оно будет дальше растет. И вдруг я осознал, а какого рожда, собственно говоря, я должен это терпеть. И я же сказал, у меня есть, надо от этого избавиться. Но всегда есть от чего избавиться. Винаги имаме от какво да се избавим. Я военный человек, и ныти и плакатся, я не люблю. Болит, но терпи, пройдет. Да се оплакам, аз не мога. Но это неправильно. Верующие люди не должны болеть. Потому что ранами Иисусом и что? Ранами Иисусом и что? Мы уже исцелились. Но так или нет? И поэтому я вдруг, духом ведомый, вот мне так вот сделал. Вот так вот сделал. И ты что вообще? Давай! Противостань! И я опомнился. И я вспомнил, что у меня есть Слово. Там написано, ранами Иисусом и исцелились. Там пишут, через раните Иисусом и исцеление. Это не от Бога. И там написано, чтобы я, это от дьявола. И чтобы я противостал дьяволу. Смиритесь. Перед Богом. Это значит, поверьте в Его Слово. Не корчи умную рожу. Не выдумывай ничего. Скажи, Бог, ты написал, я верю. Все. Я верю. Я склоняюсь. Боже, ты так аси написал, значит, треба да веру вам. Смиритесь. Противостаньте дьяволу. Смиритесь. Если это болячка от дьявола, то я должен противостать. Потому что я уже исцелен. И вот как я действовал. Каждое утро я бреюсь. Как всякий мужчина. И перед зеркалом стою и невольно седа смотрю. И се гледам. И я говорю, первое число в понедельник. И говорю, ты. И на первое число в понедельник аз казвам, ти. Дрянь поганя. Тебе не место на моем лице. Ушутия, махай се от лицето ми. Именем Исуса я повелеваю тебе, убирайся прочь. Аз ти заповядвам да си махаш вън. Аминь. Аминь. Побрил се, до свидания. Бръсна се и се заминал. Наутро смотрю никакие стрики. И я опять это говорю. Я говорю, слыши, ты. Я как с живой мразь разговариваю. Как с врагом. Как, ну не знаю, как с живым существом. И с зло. Я слышал, что они очень не любят все вот эти духовные штуки и представители враждебного духовного мира, когда их оскорбляют. Че те много мразят, когда я стою в ванной комнате, я отрывался по полу. И говорят, ты. И когда заставах предотгледалото, аз много се стараях да ги убидя. Прошло 30 дней. И минаха 30 дена. Каждый Божий день. И всякий Божий день. Я начинал день, когда я брился с этого. Аз започвах денеси, докато се брыснах с това нещо. И тут кульменционный момент. Прошло 30 дней и вот наконец-то. Прошло еще 30 дней. Ничего. Прошло еще 30 дней и вот. И минаха 30 дней. Прошло еще 300 дней и вот. Още 300 дней. Прошло 7 лет и вот. Прошло еще 15 лет и вот. И това си казва вяра. До победа. Тот, кто приготовил състоять долго, до победы, долго ждать Него. Потому что это решимость увидит Бог. Защото тази решительность ще я види Бог и Той ще Ти отговори. И так со мной был. И така се случи с мен. На 30-и ден. Я вдруг увидел, что утром проснулся, а она такая надутая. Красная. Это штуковина, которая всегда была сухая и плоская. И я признаюсь. И что, оба на. Вот я наговорил себе проблем. Подумал так. А вслух сказал, а ты меня не запугаешь. И она так знаете так. Ток, ток. Воспаление такое. Я чувствую. Страшновато стало. Станом и страх. Но я сказал ей. Я тебе не верю. Я не верю тому, что я чувствую. Я верю тому, что написано. А снеси вяру вам. И не верю на това, кое ты усеешь там. А с верю на това, кое ты пишешь. Потому что вера есть. За что ты има вера. Осуществление ожидаемого. Вера-то и осуществлявание. И уверенность в невидимом. И сигурность в невидимом. И когда Бог увидел, что у меня есть вера. Он еще раз меня проверил, воспалив эту болячку. И я преодолел верой. У меня было сомнение. Страшновато стало. Бежим страх. Да. Но что я сделал? Я верю. А как я верю? Как верю? Первое послание. И послание евреям. Одиннадцатая глава. Первый стих. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот что такое вера. Читайте, как вы верю. Я продолжал осуществлять ожидаемое. Я започнула, что продолжал осуществлять. Это универсальный механизм. В чем я продолжал осуществлять? Как я осуществлял? Я говорил. Пошла вон. Я противостою тебе. И именем Иисуса. Побелевай убираться. Читайте, с името на Иисус Христос ти заповядвам да се махаш. Это вера. И това е вера. А не важно, что мне было страшно. А не важно, что я сомневался. А не важно, что я сомневался. А не важно, что у меня внутри трепет был. Не важно. Я говорил. Я действовал. Какво усещах. Аз действовал. Аз говорих. Аз очаквах нечто. Даже как Кенет Хегин. Мертвый ноги. Бросил на пол. Рука. Върлих се крака на пода. И пошел. И тръгнах. И через три дня она засохла и отпала. И след три дена тя иссыхна и падна. И тогава много неща разбрах. Я понял, что так можно добиваться успеха во все. Разбрах, че можем да придобим успех така во всичко. Потому что Слово Божие. Защото Божието Слово. Оно уже написано. Там пише. Оно уже работает. То вече работает. Оно уже действует. То вече действует. Но не для всех. Обаче не за всички. А для тех, кто верят. А за унези, кои верят. И за Твоя пишет, че Куату верят. Просит ничего в молитве. Верьте, что получите. Молитесь в молитве. И натягивайте, че все получите. И будет вам. Ишьте им это. Но христиане этого не знают. Он почти христианин же не знает за Твоя. Что? Они не читали Марка 11, 23, 23, 23. Не сочели Марка. Двайси первая глава. Двайси первая глава. Одиннадцатая глава. Единнадцатая глава. Двайси третья, двайси четвертый стих. В двайси четвертом стихе написано. Двайси четвертый стих пише. Че когато молите за нещо в молитва. Верьте, что получите. Вярвайте, что получите. И Бог ще видят те. Мы молимся с человеком. И ние се молим с един човек. И аз му казвам, нека се молим. Олег Григорьевич, помолите се за мен. Боли ме главата. И то казва, нека. И аз му питам, дали е чел Библията. Ну вот, например, Марка одиннадцатая глава пише. Когда просишь чего в молитве, верь, что получишь и будет. Слышишь меня? Да. Ну давай молиться. Нека се молим. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, мы молимся, чтобы головная боль прошла. И повелеваем тебе головная боль. Убирайся прочь во имя Иисуса. Бог готов главата дай мне. Все. Ты исцелена, иди. Куда иди? Так болит голова. Так пройдет. Так я и знала, говорит она. Я говорю, что ты знала? Вот я не могу в это верить. Вот если бы у меня прошло, тогда бы я поверил, что слово правильно работает. А мы помолились, оно не прошло. И то не минало. Как я могу в это верить? Как могу да верю в това? Подожди, давай еще раз прочитаем. Добре, нека го прочитаем отново. Когда просишь, когато молишь, верь. Верь. И получишь. Сначала ты поверить должен. Първо треба да поверваш. А потом будет. И след това ще го има. А как я буду верить? А как ще верю вам? А давай посмотрим, что такое вера. Добре, нека видим, какво е вера-то. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимото. Осуществление-то что? Осуществление-то какво е? Это глагол. Това е глагол. Я осуществляю то. Аз осуществлявам това. Я верю, что я сейчас подойду к Ане и буду рядом стоять. Аз верю вам, че ще уйти да сега при Ане и ще застану до нея. И я стою. Я съм застанул. У меня есть вера? Имам ли вера? Няма. Няма вера. А я говорю, я сейчас подойду и рядом буду стоять. Я верю в это. Как я верю? А я осуществляю ожидаемое. Как вярвам? Аз обе осуществлявам. Я осуществил ожидаемое. Осуществих се очакването. Вот и все. И това е. То есть сначала ты действуешь и стоишь на этом до упора. И стоишь до края. До упора. До края. До края. До конца. Пока не будет. Докато не стигнеш. Пока не будет. Докато няма да го има. Во всем. Во всичко. Это есть верующая, власть верующая. И това е властта на вярващите. Это простая суть веры. Това е лесната. Большинство этого не знает. Цел на вярата. И большинство живет. Мнозина не знает това и живеят. Не имея самого необходимого. Без да имат най-необходимото. Кто не понял си? Някой разбрали ме. Вывод. Извода. У нас есть власть. Ни имаме власт. Или ты на буква Л и не используешь эту власть. Или ты как настоящий христианин от власт не используешь. Или ты как настоящий христианин от власт не используешь. Вера – это смелость. Вера – это смелость. Еще раз скажу историю и все. Когда я покаялся, через год примерно. Но я вот вам уже говорил, что я был такой очень активный. Наполненный. Вот это мой сосуд. Не говоря, что из него вытекало. Судит мой выборки, что был продукционный, был пылен. И через год у меня пошли дела. Мы успели в бизнесе. И я стал, читая Библию, стал мечтать о том, чтобы научиться чудеса творить. Я читал только про Божьих генералов. А те, которые были десятки и сотни тысяч людей. И одновременно приводили, значит, к Иисусу. Вот так махали пиджаком. Они падали, значит, ну и так далее. Вот это меня сильно привлекал. У нас, которые махали, и горта сападали. Я хотел быть великим. Това много меня привелечивало. И я искал, чтобы я был велик. И я стал читать про исцеление. В Библии все время про исцеление читал. И Библия постоянно повторялся за исцеление. И литературу христианскую читал. А молиться было страшно. Да и, в общем, вера, как бы, желание одно, а вера другое. Вера же это осуществлять ожидаемое надо. А я боялся. И однажды меня позвонили из Москвы и сказали, там вот есть один наш партнер. И веднъж ми се обадиха от Москвы и ми казаха, че има един партнер. И у него внук попал под автомобиль. И внукът му е попаднал в катастрофа. И он в реанимации. И той е в реанимации. Трябват му финансово, финансова помощ. И я поехал туда, по этому адресу, Севастопол. Познакомил се с человеком. Дед этого ребенка. И он мне рассказал, что мальчику, 12 лет. Той казва, че това е 12 годиша на дорогу. И маршрутка сбила его и раздарбанила ему по позвоночни. Но я посочувствовал, дал денег. И уходить. А внутрь голос говорит, иди помолись за Небу. А другой голос мне говорит, тоже внутри, кто ты такой, кто молится. А я сам говорю, ну я же читаю про исцеление. Вдруг поможешь. А другой голос, вали давай, это не твоя. Глаз казва, махайся, това не твоя, это сфера. Това не твоя проблема. Страх мне бежит. И вот я метался, метался про себя, значит. А потом говорю, а я могу посмотреть мальчика? А дед мне говорит, Олегович, лучше не надо, вы расстроите. Ну и короче, в этой борьбе победил Иисус. В тази битка победил Иисус. Внутри меня. И я вошел в эту комнату. И я влязла в тази стая. Большая комната. Бежит на гуляма стая. С високи потолки. С високи тавани. Цялата мебел беше по до стените. Посреди ни стоит стол. Посредата имало една маса. Висока маса. На масата имаше едно момче. Руки, ноги привязаны. Ръцете му и краката му са вързани. Глаза вот так в разной стороне. Учити му в различни посоки. Люни, сопли. 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 Сополи, плюнки. И главата му се клати непрекъснато. В ръцете му вече един подпухнал. Незареваная бабушка и мама. И баба и мама, които плачат. Те не могат ни то да го нахранят. Ни то да го облекат. Това беше страшно. Разбит позвоночник и вся вот эта нервна система. Разбит градоначен стълб и цялата нервна система не функционира. И лекарите са го пазили в реанимацията. И след това го дадоха вкъщи. И аз с ними пообщался, а потом говорю, а може ли я помолю? И они говорят, надо молись. И те и казват, ами моли се. Без всякой веры. Без никаква вера. И на мен верата ми беше малка. Но вот подумайте, я очень боялся. Чего я, собственно говоря, боялся, сейчас я вот не знаю. От какво се страхувах обаче, не знам сега. И я решился, что я помолю. И аз реших, че ще се помолю. И я шел и сказал так. Я сказал тихонько, тихонько, чтобы они не слышали. И я сказал, дорогой отец. В твоей Библии написано. В твоей Библии пиши. В Марка 16. Марка 16 глава. Что у верующих. Будут сопровождать сии знамения. Тих ще ги съпровождават знамения. Возложат руки на больных. И те ще възложат реце върху болните. И те ще станат здрави. Передо мной ребенок. И пред мене имало и детей. Я възлагаю на него руки. Аз възлагам рецете си върху него. И не знам как ты это сделаешь. И не знам как ще го направиш. Но я делаю так, как ты сказал. Изцели его во имя Иисус. И убежал. И больше туда не приходил. Потому что я боялся узнать правду. Прошло полгода. Был 23 февраля. И я уехал сюда в Болгарию. Сидел здесь дома. И мне все звонили и поздравляли с праздником. Олег Григорьевич, мы поздравляем вас. Олег Григорьевич, дни ви поздравляем. Ви исти офицер. И мне это уже надоело, честно говоря. Я ушел в другую комнату. И мы с женой смотрели телевизор. А скайп был включен. С женами гледахме телевизия. С скайпом я беше пуснот. Не подходил. И я уже не подходил. И вдруг я слушаю скайп. Изведуше, пак чуя вам скайпа. И я почему-то встаю, подхожу. И я се исправим. Утивам. И смотрю какой-то незнакомый мне человек. И гледам някакв непознат на мен человек. Я ответил ему. Аз ему отговарям. Он камеру включает. Олег Григорьевич, здравствуйте. Это Василий. Здоровейте. А сам Василий от Севастополя. А я вспомнил его. Я вспомнил. Мы поздравляем вас праздником 23 февраля. Я говорю, кто это мы? Но мы с Костей. Хуя из ТВ. Не с Константин. Я говорю, как с Константин? Как с Константин? Он говорит, да, вот он хочет вас поздравить. И то я казала, да. Это то я из Кады, поздравили. Сигашки глупырно. И то я выбрал, что компьютер. Сидит на столе Костя. И там застанал у нас един стол Константин. Руки вот так на колени лежат. Рыцет ему на колени. И той казва. Заикается немножко. И говорит. Здравствуйте, Олег Григорьевич. Бачка казва, здравейте, Олег Григорьевич. Поздравляю Вас с праздником. Желаю там тратата. Пожелавам Ви. Спасибо, что Вы к нам приходили. Благодаря Ви, че. Мама молились за меня. Здоровье мое хорошее. Я учусь в лице. И се молихте. Аз сега уча. И признаю себя заплахал. Зарыдал. И аз, да си призная, се разривах. И тогава си помислих. Ако не бях повервал в Божието Слово. Ако не започнах да осъществявам очакваното. Той би умрял. Его би не бил. Няма, 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 няма да го има. У меня есть власть. И аз имам власта. И аз ще Ви кажа. И Бог не может сделать то, Бог не может да направи онова, което трябва да го направим ние. Он не может сделать то, что должны мы. Он ждет, когда мы это сделаем, а мы ждем, когда это Он сделаем. Мы должны приказать от нас да го направим, пока ние чакам и Той да го направи. Ние трябва да заповядваме. Кенет Хейгин сказва, что он встречался с Иисусом Христом несколько раз. Че Той срещал Иисус няколко пути. Той приходил к нему прямо в номер гостинист. Той идвал при Него в хотелската стая и го е учил на някои неща. И однажды, говорит, у меня был с Ним разговор. И веднъж Той казва, аз имах такъв разговор с Него. И Он учил меня как поступать с бесами. И Той ме учеше как да поступам с бесовете. И вдруг в какой-то момент между нами возникла какая-то преграда. И я увидел как какой-то маленький тип от опять бесенки. И Он кричал, кверлик, 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 кверлик. И не давал мне слушать, что Иисус говорит. И Той викаше, викаше и не ми даваше да чуя, какво казва Иисус. И аз виждах, че Иисус го вижда също. И аз ждал, когда Он скажет, цикнет на Него. И Аз очаквах, кога Той ще го изгони. А Он продолжал говорить мне. А я Его не слышал. И за это он подлеца. И меня до такой степени это разозлило, что я цикнул на Него. И аз Му казах, циц. И Он сразу раз и бежал. И Той веднага избега. И связь восстановилась. И връзката ни се восстановили. И я начал спрашивать Иисуса. И я започнал да питам Иисус, Господи. Ти не голи ведя това без чечени пречичи. И то оказывает, видях разбирайся. А почему ты его не прогнал? За что тогава не го изгони? А это ваша обязанность. Это ваша работа. Това и ваша работа. И аз не мога да го направя. Яко читаете книгата, която ви препоручах. Власт на вярващите. То он говорит, я задал ему несколько раз вопрос. Ты сейчас сказал, что ты не захотел или не мог этого сделать? Иисус как раз подтвердил, что я не мог. Это ваша работа. На земле это ваша работа. Вы должны приказывать, повелевать, потому что вы царственное священноество и призваны царствовать на земле. И для этого я бы умирал. И за то, что я бы умирал. Чтобы вы побеждали. Чтобы вы не сидели, как жалкие, несчастные, слабые люди. В вас есть сила и власть. Я вам это дал. Я сам выгудал. Как-то и спасение это сам выгудал. Как-то и исцеление это и власть вам дал. Да побеждавайте цялата сила на врага. И ничто не повредит вам. Ничто не повредит вам. Ничто не повредит вам. Если вы не набоквое. Ако вы не сте човек за Божьей. Кто не набоквое поднять руку. И който и не е човек с буква Л. Дегнете себе ръката. Слава Иисусу Христос. Слава Иисусу Христос. Слава Иисусу Христос.